Здравствуйте! Меня зовут Амиран Рушадзе, я декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук. И с 18 февраля по пятницам 19.30 в центре Архе я буду читать для вас лекции под общим названием «Кавказ в российской истории и культурной памяти». Лекции пройдут в очном формате, их будет всего 8. На протяжении 8 недель мы попытаемся хотя бы в общих чертах осветить то громадное место и огромное значение, которое Кавказ имеет для российской истории, для российской культурной памяти и вообще в принципе для российской культуры. Лекции будут посвящены таким крупным вопросам, будут разбиты на несколько крупных вопросов. Первая из них, первая лекция будет посвящена тому, а что мы вообще знаем о Кавказе и откуда мы знаем о Кавказе. И здесь во многом мы увидим, что многие наши знания основываются еще на художественных произведениях, на произведениях знаменитых русских писателей, писателей классиков 19 столетия. Мы попытаемся выяснить, является ли это проблемой сегодня, какие стереотипы были заложены писателями-классиками и как они во многом предопределяют наши сегодняшние оценки Кавказа и его места в истории России. Вторая лекция будет посвящена тому, когда Кавказ стал фактом российской истории, когда российское государство включилось в геополитическую борьбу за Кавказ, при каком из российских правителей Кавказ стал частью России. Но здесь заранее, забегая вперед, нужно сказать о ключевой роли Ивана Грозного. Очень часто его ассоциируют прежде всего и довольно справедливо ассоциируют с тиранией. Но вместе с тем Иван Грозный также известен и как, по сути дела, первый российский правитель, который активно занялся политикой включения Кавказа в российскую государственность, пространство российской государственности. Ну и не очень хорошо известен также тот примечательный факт, что одной из жен Ивана Грозного была кабардинская княжна. Третья лекция будет посвящена центральному событию в истории Кавказа, Кавказской войне. Здесь очень важно отметить, что если на Кавказе, в современных республиках Северного Кавказа, Кавказская война, как я уже сказал, занимает абсолютно центральное место в истории, исторической памяти народов этого региона, то на территории, скажем так, остальной России Кавказская война знакома и известна гораздо меньше. Несмотря на то, что Кавказская война является самым длительным и долгим противостоянием войной в истории России, даже по самым таким скромным оценкам, она продолжалась порядка 60 лет. И вот в этой лекции мы поговорим о ней, о ее причинах и об ее итогах. Четвертая лекция будет посвящена тому, как Российская империя управляла Кавказом, с какими проблемами сталкивалась российская бюрократия и как их преодолевала. В рамках пятой мы остановимся на роли казачества в истории покорения Кавказа и о том, как казаки воевали и жили на Кавказе. Шестая лекция будет посвящена менее изученной теме, которая меньше представлена в современной историографии, но, как мне кажется, она заслуживает специального внимания. Это проект кавказских воспитанников, тех молодых уроженцев Кавказа, которые в 19 столетии на регулярной основе отправлялись на обучение в российские университеты, высшие учебные заведения, а затем становились управленческой элитой империи и, в общем-то, предопределяли во многом траекторию вхождения Кавказа, южной окраины Российской империи, в пространство государства Романовых. Седьмая лекция будет посвящена русскому делу на Кавказе, а именно русскому национальному движению на Кавказе. Хорошо известно, что уже во второй половине 19-го, начале 20-го столетия русское население Кавказа составляло значительную долю среди всего населения региона. И, соответственно, здесь мы можем увидеть зарождение русского национального движения, наряду с грузинским национальным движением, наряду с армянским национальным движением. В лекции мы попытаемся ответить на вопросы, кем было представлено русское национальное движение на Кавказе, какие идеалы исповедовались этими людьми, какова была историческая судьба лидеров русского национального движения на южной окраине Российской империи. Ну и, наконец, в рамках восьмой лекции мы поговорим о исторической памяти на Кавказе. Мне кажется, что весь курс, он может быть любопытен, хотя бы потому, что прошлое на Кавказе не похоронено. Оно является не просто строкой из учебника истории, прошлое на Кавказе очень часто становится актуальным прошлым, оно становится общественно-политической повесткой. Прошлое на Кавказе становится и постоянно играет очень важную роль в политических спорах, очень важную роль в общественных дискуссиях. И, таким образом, этот курс лекции, он, возможно, сыграет роль своего рода навигатора по такой многообразной, острой и горячей исторической памяти на Кавказе. Ну и, кроме того, мне кажется, что курс лекции, который я вам предлагаю, он важен хотя бы потому, что Кавказ является органической частью русской культуры. Без Кавказа невозможно себе представить великую русскую литературу, которой в том числе будет посвящена первая лекция предлагаемого курса. Итак, с 18 февраля по пятницам в центре архея в Санкт-Петербурге по адресу набережной Фонтанки, дом 15, в здании Русской христианской гуманитарной академии будет проходить мой курс лекции «Кавказ в российской истории и культурной памяти».